Желательно потреблять полезные вещества, желательно выводить вредные вещества из своего организма. Именно из-за большого количества дистамина у нас течёт из носа. Кроме того, я рекомендую регулярно работать с кожными покровами человека. Наша задача пройти по толстому тишечнику. Чтобы раз и навсегда побороть эту проблему, я вам рекомендую ряд процедур. Итак, что мы делаем? Здравствуйте, друзья и коллеги! Я Станислав Чернонок, автор и создатель школы векторного массажа и соматити. И сегодня мы с вами поговорим о чрезвычайно актуальной теме. Это весенние аллергии, вообще респираторные аллергии, поленос, что с этим делать, чем это вызвано и как вы можете помочь себе и своим близким. На самом деле, мы когда начинали записывать это видео, у нас на съёмочной площадке было 5 человек. И вот все 5 человек обнаружили, у 3 человек были аллергии, у 2 человек, у которых аллергии никогда не было, близкие супруди маются от аллергии. Это чрезвычайно распространённая история, она повсеместно распространена среди современных людей. Существует миф, что аллергия не лечится. Если у человека случилась аллергия, то ему с этими аллергиями жить всю жизнь, принимать антидистаминовые препараты, потом пора переходить на гормональные препараты, и это пожизненно. Опираясь на свой опыт, я вам могу сказать, что это абсолютно неправда, можно вылечиться от аллергии. Я переехал в Москву лет в 30, и года через 3 у меня начались очень сильные аллергии на грязный московский воздух. Я ждал каждую весну с ужасом, потому что цветение, я знал, что у меня будет очень плохое состояние, я знал, что у меня будет болеть голова, что я буду сотни раз чихать с кровью из носа, я знал, что я буду раздражительным, что я не смогу нормально работать с клиентами, пока не закончится цветение берёзы, ольхи и всякой другой прочей травы. В какой-то момент мой наставник по рефлексотерапии открыл мне глаза, и с тех пор я очень спокойно переживаю период цветения весенних растений, и с тех пор я довольно эффективно лечу людей, которые приходят ко мне с полинозами. Для того, чтобы разобраться, как лечить полинозы, для того, чтобы разобраться, как лечить аллергии, давайте разберёмся в том, из-за чего они возникают. Надо понимать, что наше тело находится в постоянном балансе веществ, которые оно потребляет, и веществ, которые оно из себя выводит. Желательно потреблять полезные вещества, желательно выводить вредные вещества из своего организма. Системой вывода вредных веществ из нашего организма является лимфатическая система. Лимфа попадает в кровеносное русло, и часть веществ выводится почками, а часть веществ дезактивируется печенью. Помимо того, что лимфа очищается через кровь, лимфа также очищается через слизистые. Прежде всего, это слизистые толстого тишечника, для женщин это слизистые половых органов, для всех это слизистые наших лёгких, и в последнюю очередь это наша кожа. Надо понимать, что все слизистые кожи происходят из одного зародовшего листка, и таким образом имеют примерно одинаковую функцию. И возникает вопрос, как связана лимфатическая система и аллергия. Дело в том, что когда мы вдыхаем пыльцу, пыльца попадает на слизистые наших лёгких. Слизистые наших лёгких должны эту пыльцу дезактивировать, потому что это вражеские белки, которые приводят к раздражению и вредны для наших лёгких. На поверхности лёгких должны находиться в изобилии специфические иммунные клетки, которые поглощают пыльцу и выводят эту пыльцу вместе со слизью. Однако, если слизистые лёгких заняты тем, что выводят токсические вещества из лимфы, у лёгких просто не остаётся ресурса на то, чтобы дезактивировать пыльцу, и тело начинает выделять дистамины, которые должны справляться с воспалительными процессами на химическом уровне. Дистамины и запускают аллергическую реакцию. Их вырабатывается так много, потому что слизистые иммунные клетки заняты тем, что очищают организм от продуктов распада. Именно из-за большого количества дистамина у нас течёт из носа, у нас путается сознание, у нас возникают экземы и коросты на коже, и мы себя плохо чувствуем. Человечество снижает симптомы проявления аллергии через потребление антидистаминовых препаратов. Антидистаминовые препараты – это препараты, которые мешают дистаминам выделяться и бороться с пыльцой, которая проникла внутрь наших лёгких. Но проблема в том, что антидистаминовые препараты обладают побочными эффектами. Помимо этого, они никак не решают главную проблему, которая заключается в том, что организм не в состоянии очиститься от токсических веществ. Таким образом, главная мысль, которую я хочу до вас донести, заключается в том, что аллергия является следствием того, что лимфатическая система забита продуктами распада и не может очищаться естественным образом. И для того, чтобы раз и навсегда побороть эту проблему, я вам рекомендую ряд процедур. Первое мероприятие, которое я вам рекомендую – это изменение системы питания. Если у вас есть аллергические реакции, вам необходимо кардинально снизить количество молочных продуктов и продуктов на основе пшеницы, продуктов, которые содержат глютен. Это позволит вам улучшить состояние слизистых толстого тишечника, что в свою очередь позволит вашему организму очищаться через тишечник. Помимо прочего, я вам рекомендую выполнять специфические процедуры по работе с лимфатической системой и с тишечником. Я вам рекомендую выполнять массажи, помогающие очищению лимфатической системы, и массажи, которые позволят снять воспаление с толстого тишечника. Мы обучаем работать с лимфатической системой на курсе «Эстетика», где очень большой модуль посвящен именно работе с лимфатической системой. Кроме того, далее в этом видео вы увидите мои рекомендации по работе с толстым тишечником. Следующее мероприятие, которое я вам рекомендую для работы с полинозами и аллергиями – это дыхательные упражнения. У нас есть замечательные дыхательные упражнения на канале, которые называются «Димнастика по Стрельниковой». В ближайшее время ожидается выход видео по дыханию, которое называется «Диафрагмальное дыхание». Обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Кроме того, я рекомендую регулярно работать с кожными покровами человека. Это можно делать через поглаживание, разминание, прочесывание. Все процедуры, которые активизируют работу кожных покровов. Дело в том, что все клетки слизистых и кожи происходят из одной начальной клетки. Клетки, которая отвечает за покровы. Поэтому каждый раз, когда вы работаете с кожными покровами, вы одновременно работаете со слизистыми вашего организма. Часто случается такая история, когда мы начинаем работать с пациентом, и у него начинает течь из носа. Это связано с тем, что мы активизируем работу кожных покровов, что в свою очередь активизирует работу слизистых наших легких, и в свою очередь активизирует работу слизистых нашего толстого тишечника. Массаж всего тела чрезвычайно полезен при аллергиях и чрезвычайно полезен при поленосах. Следует помнить о том, что важно начинать работу с кожными покровами до того, как тело вошло в острую фазу аллергической реакции. В тот момент, когда в теле много дистаминов, в тот момент, когда аллергическая реакция на ходу, активно проявляется, массаж не поможет. Но если вы будете предварительно работать с кожными покровами, это будет усиливать циркуляцию крови по слизистым, и это будет улучшать очищение лимфатической системы. Также крайне полезным мероприятием для работы с аллергиями будет работа с толстым тишечником. Сейчас вы увидите на экране, как я показываю пример практической работы с толстым тишечником. Для того, чтобы помочь организму очистить свой толстый тишечник, и через слизистый толстого тишечника освобождать свою лимфатическую систему от продуктов распада, необходимо проработать толстый тишечник. Толстый тишечник, как и всякий орган, находится в собственной капсуле. Вокруг этой капсулы существует огромное количество лимфатических узлов. Эта капсула временами застревает и не даёт нормально двигаться тишечнику. Наша задача пройти по толстому тишечнику, его общупывая и немножечко его сдвигая, для того, чтобы высвободить его в тех местах, где тишечник застрял, и помочь организму освободить лимфатические узлы, сбросить избыточную лимфу в толстый тишечник. Попадая в толстый тишечник, лимфа выходит с продукта распада, выходит с калом, и таким образом наш организм очищается. Толстый тишечник расположен следующим образом. У нас он начинается с правого угла, там, где у нас примерно располагается аппендикс. По правой стороне толстый тишечник идёт вверх, это восходящая часть толстого тишечника. Потом он идёт поперёк, поперечная тишка, нисходящая часть толстого тишечника по левой стороне, и сигмовидная тишка рядом с левой подвздошной костью. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам интересно, чтобы мы сняли отдельное видео про сигмовидную тишку. Это по-настоящему важное и существенное место в нашем организме. Сигмовидная тишка переходит далее в прямую тишку, её мы трогать сейчас в этом видео не будем. Итак, что мы делаем? Начинаем мы с вами с сигмовидной тишки. Начинаем от подвздошной кости, сдвигая сигмовидную тишку слегка, очень аккуратно к середине, к пупку. И далее по всему прохождению толстого тишечника сдвигаем толстый тишечник к центру. Как вы видите, мы идём против хода, против часовой стрелки. Это связано с тем, что мы сначала опражняем лимфатические узлы и высвобождаем нижние части толстого тишечника, а потом потихонечку сдвигаемся во всё более верхние части толстого тишечника. После того, как раза три мы пройдём по периметру против часовой стрелки. Очень деликатно. Мы работаем довольно интенсивно, потому что у нас молодая и здоровая модель. Если вы работаете с человеком, у которого есть проблемы по пищеварению, работайте ещё более деликатно и ещё более медленно. Это может быть буквально касание расслабленными мягкими пальчиками. Это тоже будет работать, просто чуть медленнее. Нам гораздо важнее избежать рисков, чем получить быстрый результат. После того, как вы раза три прошли, вы можете переходить к сдвиганию по часовой стрелке. Будьте готовы к тому, что подобная работа запустит у вас процесс пищеварения более интенсивно и поможет вам опражнить тишечнику, вашего подопечного. Эта штука помогает, если у человека есть запоры, например. Прорабатываем паховые лимфатические узлы, просто накладывая на них руки и пребывая в них на протяжении некоторого времени. Побороть аллергию реально. Для того, чтобы её побороть, вам потребуется продолжительное время, как минимум месяц вам необходимо инвестировать в свою лимфатическую систему, в свою иммунную систему, в ваши слизистые, для того, чтобы в тот момент, когда зацветут берёзы или ольха, чтобы вы или ваши дети, или ваши близкие чувствовали себя хорошо. Регулярные, последовательные процедуры помогут вам повторить мой опыт и избавиться от аллергии. Рекомендую вам сконцентрироваться на мысли о том, что аллергия, если она у вас есть, никуда не денется. Аллергия – это заболевание, которое двигается по нарастающей. Если вы не предпримете своевременных мер, то это может стать очень серьёзной проблемой, которая реально уменьшает продолжительность жизни, и, что ещё важнее, ухудшает её качество. Поэтому методы, которые я вам предлагаю, реальны, они работают. Рекомендую приступить к этим методам прямо сегодня. Отправьте это видео людям, страдающим от аллергии. Возможно, вы улучшите, а, быть может, даже спасёте чью-то жизнь. Я рад, что вы досмотрели это видео до конца. С вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики и одноимённого канала, канала, где мы говорим с вами про здоровье, учимся быть счастливыми и благополучными, и зарабатывать при этом хорошие деньги. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok